Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается мое выступление на тему «Единый государственный экзамен 2022 года по обществознанию. Трудные задания и типичные ошибки экзаменуемых». Экзаменационная работа, предложенная в 2022 году учащимся наших школ, представляла из себя, конечно же, обновленный вариант контрольно-измерительных материалов. Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей и включал в себя 25 заданий, различающихся и формой представления материала, и уровнем сложности самого задания. Работа была разделена на две части. Первая часть содержала 16 заданий с кратким ответом. В экзаменационной работе были предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом. Это задание на выбор и запись нескольких правильных вариантов из предложенного перечня ответов. И задание на установление соответствия позиций, представленных в виде двух множеств. Когда нужной позиции с первого множества, следовало подобрать правильные позиции с второго множества. Ответ на каждое из заданий первой части давался в виде последовательности цифр, записанных без пробелов и каких-либо разделительных символов. Вторая часть контрольно-измерительных материалов включала в себя 9 заданий с развернутым ответом. Ответы на эти задания формулировались и записывались экзаменуемым самостоятельно в развернутой форме. Задания этой части работы были нацелены на выявление выпускников, имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой подготовки. Ну и если мы сравним с вами задания первой части и второй части, то мы обнаружим с вами следующее. Что первая часть включала в себя 16 заданий. Максимальный первичный балл за эти задания, который мог получить учащийся, это 29 баллов. Что составляет 51% от общего количества баллов, которые можно было набрать на единым государственном экзамене. Вторая часть содержала в себе только 9 заданий, но за них можно было получить сразу 28 первичных баллов. Что давало 49% от общего количества баллов, которые можно было набрать за работу. Ну и максимально возможный первичный балл составлял 57 баллов. Какие это были задания? Мы начнем анализ контрольно-измерительных материалов с первой части ЕГЭ. Задание номер один – это понятийное задание базового уровня сложности. Оно нацелено на проверку сформированности знаний об обществе, как целостной развивающейся системе, в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов. При этом на первой позиции в различных вариантах КИМ находится задание, касающееся разных модулей курса общества знания, но одинакового уровня сложности. Что позволяет проверить одни и те же умения на различных элементах содержания курса общества знаний. Задания со 2 по 16 базового и повышенного уровня сложности направлены на проверку сформированности знаний об обществе, как целостной развивающейся системе, в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов, сформированности представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества, сформированности представлений о методах познания социальных явлений и процессов, владения базовым понятийным аппаратом социальных наук, умения применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений. При этом традиционно задания со 2 по 16 делятся на пять тематических модулей курса общества знания. Это модуль человек и общества, включая сюда темы, связанные с познанием мира и духовной культурой. Им посвящены задания со 2 по 4. Модуль экономика. Он объединяет задания с 5 по 7. Модуль «Социальные отношения» – это задания 8 и 9. Модуль «Политика» – ему соответствуют задания 10, 11 и 13. И модуль «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации» – за него отвечают задания номер 12, 14, 15 и 16. Во всех вариантах КИМ задания данной части, проверяющие элементы одного и того же тематического модуля, находятся под одними и теми же номерами. Отметим, что задание номер 12 во всех без исключения вариантах проверяет знания основ конституционного строя России «Прав и свобод человека и гражданина», что соответствует позиции 5, 4 – кодификатора элементов содержания, проверяемых на едином государственном экзамене по обществознанию. А задание номер 13 соответствует позициям 4, 14 и 4, 15, кодификаторов элемента содержания, проверяемых на едином государственном экзамене по обществознанию. Задания второй части, это задания с 17 по 25, в совокупности представляют базовые общественные науки, формирующие обществоведческий курс основной и средней школы. То есть там есть задания, касающиеся социальной философии, экономики, социальной психологии, социологии, политологии и правоведения. При этом задания с 17 по 20 объединены в составное задание с фрагментом научно-популярного текста или текста нормативно-правового акта. При этом задание номер 17 направлено на выявление умений находить, осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в явном виде. Задание номер 18 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых обществоведческих понятий. Задание номер 19 нацеливает на применение полученных знаний, в том числе выявление связей, социальных объектов, процессов и конкретизацию примерами отдельных положений текста с опорой на контекстные обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт ученика. Задание номер 20 предполагает использование информации из текста и контекстных обществоведческих знаний в другой познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста. Задание номер 21 предполагает анализ рисунка, графического изображения, иллюстрирующего изменение спроса или предложения на рынке какого-либо товара. При этом экзаменуемый должен осуществить поиск социальной информации и выполнить задания, связанные с соответствующим рисунком. Задание задача номер 22 требует анализа представленной информации, в том числе статистической и графической информации, объяснение связи социальных объектов, процессов, формулирование аргументаций самостоятельных оценочных, прогностических и иных суждений, объяснений, выводов. При выполнении этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания в решении познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Задание номер 23 проверяет знания и понимание ценностей, закрепленных Конституцией Российской Федерации. Составное задание 24-25 проверяет умение подготавливать доклад по определенной теме. При этом задание номер 24 требует составления плана развернутого ответа по конкретной теме обществоведческого курса, а также привлечения изученных теоретических положений общественных наук для объяснения и конкретизации примерами различных социальных явлений. А далее за задание номер 24, которое рассматривается как основа доклада по данной теме, следует задание номер 25, которое конкретизирует отдельные аспекты заданной темы, в том числе применительно к реалиям современного российского общества и государства. Проанализируем с вами общее количество заданий, соответствующих тому или иному модулю курса общества знаний. Разделу «Человек и общество» посвящается 4 задания, ну а в том случае, если этот модуль встречается в составном задании во второй части ЕГЭ, то тогда уже 8 заданий. «Экономике» посвящено также от 4 до 8 заданий. «Социальным отношением» 3, «Политике» 3, «Праву» 7. Ну, еще раз подчеркиваю, что это минимально возможное количество. Если во второй части будет текст, связанный с тем или иным разделом, то количество заданий, вы видите, кратно увеличивается. Среди всех заданий, которые встречаются на едином государственном экзамене, у нас 13 заданий базового уровня сложности. Если ученик успешно справится с ними, то он получит 27 первичных баллов. Это 47,5% от общего количества баллов, которые можно получить за всю работу. Повышенному уровню сложности соответствует 8 заданий. Это 16 максимальных первичных баллов. И высокому уровню сложности соответствует 4 задания или 14 первичных баллов. Правильное выполнение каждого из заданий 1, 9 и 12 оценивается одним баллом. Правильное выполнение заданий со 2 по 8, 10, 11 и с 13 по 16 оценивается двумя баллами. Ответы на эти задания оцениваются следующим образом. Полное правильное выполнение задания дает 2 первичных балла. Выполнение задания с одной ошибкой или неполное выполнение задания дает 1 балл. Неверное выполнение задания, а неверным считается наличие двух ошибок и более, приводит к тому, что за задание выставляется 0 баллов. Полное правильное выполнение заданий второй части оценивается в соответствии с критериями от 2 до 4 баллов. За полное правильное выполнение заданий 17 и 18 выставляется 2 балла. За полное правильное выполнение заданий с 19 по 21 и задание номер 23 можно получить 3 балла. А за задания 22, 24 и 25 можно получить 4 балла. Таким образом, еще раз напоминаю, максимальный первичный балл за выполнение всей экзаменационной работы составляет 57 баллов. Ну а теперь обратимся с вами непосредственно к результатам единого государственного экзамена в Архангельской области. И там, где это возможно, сравним эти результаты с предшествующими годами, когда также проводился ЕГЭ. Так вот, мы видим с вами, что количество сдающих единый государственный экзамен по обществознанию в 2022 году у нас незначительно сократилось. Если в 2021 году ЕГЭ сдавало 2327 человек, то в 2022 году только 2034 человека. Это 37,5% от общего числа выпускников 11 класса. Из них выпускников текущего года, обучающихся по программам среднего общего образования 2029, обучавшихся по программам СПО, мы видим рекордно низкое количество участников, всего 5 человек, выпускников прошлых лет, которые не завершили среднее общее образование, в предыдущем году 0, участников с ограниченными возможностями здоровья у нас 32 человека. Теперь посмотрим баллы, набранные нашими учениками. Здесь мы видим перевод уже в стобальную систему, так называемые вторичные баллы. Мы видим, что у нас 248 человек не преодолели минимально возможный барьер, не получили оценку 2 за экзамен. 798 человек набрали от 42 до 60 баллов, это условные троечники. 810 человек набрали от 61 до 80 баллов, это условные хорошисты. Но и всего 176 человек у нас получили выше 80 баллов, это наши отличники. Обученность в 2022 году выросла по сравнению с 2021 годом в гимназиях и лицеях на 6,8%. В средних образовательных школах обученность выросла на 8,7%. В школах с углубленным изучением предметов успеваемость поднялась на 3%, а в вечерних сменных школах у нас рекордный прирост успеваемости 61,4%. Как и в предыдущем году, стопроцентную обученность продемонстрировали у нас кадетские школы. А вот прирост качества знаний смогли продемонстрировать кадетские школы, у них качество, то есть 4,5 за экзамен получили, 32,86%. Лицеи и гимназии повысили качество на 21,5%. Средние общеобразовательные школы на 11%, школы с углубленным изучением предмета повысили успеваемость на 9,8%. Но самый существенный прирост качества опять же пришелся на вечерние сменные школы. Там качество обучения выросло сразу на 50%. Самый высокий процент качества, 90%, смогли обеспечить кадетские школы. Если мы посмотрим с вами в региональном измерении наш экзамен, то мы обнаружим, что самая большая доля двоечников приходится на Велегодский район, 28,85%. Конышский район, 25,8%. Плесецкий район, здесь двойки получил каждый четвертый сдающий экзамен. Или Шуконский район, здесь каждый пятый закончил на 2. Наименьшее количество двоечников дали нам Устьянский район, 2%. Онежский район, 3,5%. Приморский район, 8,6%. И Ленский район, 8,7%. А также городской округ Мирный, 3%. Полностью отсутствуют у нас неуспевающие на новой земле. Ну, объясняется, правда, это рекордно низким количеством сдающих. Видимо, там смогли не подпустить близко к пунктам приемки экзамена тех учеников, которые слабо успевают по обществознанию. Самое заметное сокращение числа неуспевающих произошло у нас в Онежском районе. Здесь число двоечников по сравнению с предыдущим годом снизилось на 38%. И в Приморском районе здесь число двоечников уменьшилось на 19,3%. По сравнению с 2021 годом у нас произошло значительное улучшение результатов экзамена во всех группах выпускников. Мы видим с вами, что у нас снизилась доля неуспевающих. Если в 2021 году двойки у нас получил 21% примерно учащихся, то в 2022 году уже только 12%. То есть мы видим число двоечников на 42% в области сократилось. Доля троечников у нас с вами увеличилась. Было 28,3%, стало 39,8%. То есть мы видим с вами, что двоечники у нас переквалифицировались в троечников. Доля набравших от 61 балла до 80 баллов. Прошу прощения, коллеги, немножко я оговорился в цифрах. Так вот, доля троечников у нас сократилась 43,8% до 39,3%. То есть сократилась на 10%. А вот резко увеличилось число хорошистов, набравших от 61 до 80 баллов. Оно выросло с 28% почти до 40%. Это прирост составил по сравнению с предыдущим годом 42%. Доля высокобальников у нас тоже увеличилась с 6,9% до 8,7%. То есть прирост составил 26,5%. Но, к сожалению, зато у нас в 2022 году, в отличие от 2021 года, вообще нет в области 100 балликов. В предыдущем году их было трое. А вот средний тестовый балл в Архангельской области заметно вырос. Если в 2021 году он был самым низким, 54 балла, то теперь составил 59,47%. То есть у нас рубеж между тройкой и четверкой, 59-60 баллов, вот он как раз стал таким срединным результатом среди выпускников Архангельской области. Теперь давайте посмотрим с вами, как распределились результаты экзамена в зависимости от категории сдававшей. У нас есть выпускники текущего года, есть обучающиеся по программам СПО, есть выпускники, точнее, на самом деле, их впервые у нас нет, не прошедшие ЕГЭА и есть участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья. Вы видите результаты в таблице. Что мы видим с вами в общем и целом? Мы видим, что у нас произошло улучшение показателей по сравнению с 2021 годом. Чем вызваны более успешные результаты ЕГЭ 22 года? Ну, во-первых, не будем греха таить, исчезновением или радикальным упрощением контрольно-измерительных материалов ЕГЭ целого ряда заданий, которые традиционно вызывали трудности у наших абитуриентов. Это задания на проверку понятийного аппарата, которые раньше содержались в первой и второй части ЕГЭ. И самое сложное для детей задание – это задание мини-сочинение. Вот оно теперь у нас отсутствует. Во-вторых, по сравнению с 2021 годом, произошло значительное улучшение результатов экзамена у выпускников текущего года. Среди них сократилось количество неуспевающих и троечников на 8,8 и 4,7% соответственно, и выросло количество хорошистов и отличников. Хорошистов стало больше на 11,75%, а отличников почти на 2%. В-третьих, результаты экзамена для выпускников организации СПО оказались двойственными. С одной стороны, у нас сократилось на 12,4% число неуспевающих, и на 26,7% выросло число троечников. Но с другой стороны, сокращение отличников и хорошистов оказалось не менее значительным. На 4,76% и 9,5% соответственно. То есть у нас не только двоечники в троечники перешли, но у нас и отличники, и хорошисты тоже стали менее успешными выпускниками. Что касается выпускников с ограниченными возможностями здоровья, то для них экзамен оказался скорее неудачным. Число двоечников у нас выросло на 8,75%, число троечников сократилось на 18,95%, число хорошистов выросло только на 13,96%, а число отличников сократилось на 3,75%. Теперь давайте проанализируем результаты экзамена по отдельным категориям учащихся в зависимости от их успеваемости. Так вот, для непреодолевших минимальный порог самыми трудными оказались задания номер 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25. Максимальный балл при этом набрали менее 20%. Определенные сложности вызвали у них также задания номер 2, номер 3, номер 7, номер 12, номер 14 и номер 16. Максимально возможный балл за эти задания здесь набрало от 20 до 40% двоечников. Единственное задание, с которым смогли справиться свыше 70% двоечников, это задание номер 17. Ну, это когда нужно найти в тексте информацию, которая есть в готовом виде. Для троечников, которые набрали от 42 до 60 баллов в целом, самыми сложными оказались задания номер 4, номер 6, номер 10, 11, 18, 19, 20, 22, 23, 24 и 25. В этих заданиях максимально возможный балл набрали не более 30% учащихся данной категории. Определенные сложности вызвали у них также задания номер 5, 12, 13, 14, 15 и 21. Здесь успешность выполнения задания находилась на уровне от 30 до 50%. А вот самыми легкими для троечников оказались задания номер 1, 8, 9 и 17. Здесь максимальный балл набрали свыше 70%. Если мы посмотрим на хорошистов, которые у нас набрали от 61 до 80 баллов за экзамен, то для них наиболее трудными оказались задания номер 4, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24 и 25. За эти задания максимальный балл набрали не более 50% учащихся данной категории. Определенные трудности у них вызвали задания номер 10 и 15. Здесь максимальный балл колебался на уровне 50-65%. А вот самыми легкими для них оказались задания номер 1, 2, 3, 7, 8, 9, 16 и 17. Здесь максимальный балл набрали свыше 80% хорошистов. Что касается высокобальников, а высокобальниками у нас считаются учащиеся, набравшиеся от 81 до 100 баллов, то в определенной степени их подвели задания 4, 14, 18 и 23. Здесь средний процент выполнения колебался от 70 до 80% в данной категории. Самыми сложными для них оказались задания 19, 20, 22, 24 и 25. Здесь максимальный балл получили менее 70% высокобальников. Ну а самыми легкими для них оказались задания номер 1, 3, 7, 8, 13, 16 и 17. Здесь максимальный балл набрали свыше 95%. Из 16 заданий по содержательным линиям первой части одно задание базового уровня во всех этих категориях не соответствует установленному проценту выполнения. Это задание номер 12. А вот задания повышенного уровня сложности в целом были выполнены выпускниками в рамках установленного диапазона. Однако, если оценивать их с точки зрения набора максимально возможного балла, то недовыполненными оказались задания номер 4, 10 и 14. Теперь давайте рассмотрим выполнение заданий первой части, сгруппировав их по разделам курса общества знаний. Так вот, самым легким для школьников в 2022 году оказался раздел «Человек и общество». Задания из него смогли выполнить в среднем 90% выпускников. Правда, при этом следует отметить, что максимальный балл за этот раздел смогли набрать только 58,2%. В этом году в рамках этого раздела у учеников спрашивали о формах и областях культуры, о различии относительной и абсолютной истины, признаках элитарной культуры. Самым сложным для них оказалось задание номер 4. Его выполнили 86,8% участников. А вот максимальный балл за это задание набрали только 35% выпускников. В открытом варианте номер 320 на этой позиции в задании спрашивали. Известный кинорежиссер снял художественный фильм по пьесе классика русской литературы. Фильм был отнесен искусствоведами к произведениям элитарной или высокой культуры. Что позволило сделать им такой вывод? Запишите цифры, под которыми указаны признаки произведений элитарной культуры. Ну и дальше давалось 6 признаков. Сложность формы произведения и выразительных средств. Насыщенность произведения философскими рассуждениями, символами и насказаниями. Трудность произведения для восприятия неподготовленными зрителями. Использование сюжетов народного эпоса. Отсутствие ярко выраженной коммерческой направленности фильма. Или установка наследования образцов. Вторым по легкости для школьников оказался раздел «Социальные отношения». Задания из него смогли выполнить 89,7% выпускников. При этом максимальный балл получили 81,2%. В 2022 году у учащихся спрашивали в этом разделе о социальных группах и их видах. Просили сделать выводы по результатам социологического опроса. Самым сложным для них оказалось задание номер 9. Его решили 84,4%. В открытом варианте, который я имею право озвучить, это задание звучало так. В ходе социологических опросов совершеннолетних жителей страны Z, им задавали вопрос. Почему в некоторых ситуациях вы не чувствуете себя под защитой законов? Полученные результаты в процентах от числа опрошенных представлены в виде диаграммы. Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. Первое. Доля тех, кто затруднился ответить, в 2007 году была больше, чем в 2017. Второе. В 2017 году равные доли опрошенных ответили, что не чувствуют себя под защитой закона, потому что законы вольно трактуются теми, кто находится у власти, и потому что законы писаны не для всех. Третье. Доля тех, кто не чувствует себя под защитой закона, потому что у обычного гражданина нет средств воздействовать на власть, увеличилась за 10 лет. Четвертое. В 2007 году среди опрошенных доля тех, кто не чувствует себя под защитой закона, потому что законы писаны не для всех, была больше доли тех, кто не чувствует себя под защитой закона, потому что у обычного гражданина нет средств воздействовать на власть. И пятое. В 2017 году среди опрошенных доля тех, кто не чувствует себя под защитой закона, потому что законы писаны не для всех, больше доли тех, кто указал ответ «другие причины». На третьем месте, с точки зрения легкости ответа, в этом году оказался раздел «Право». Все три задания из него смогли выполнить 84,98%. Правда, при этом максимальный балл смогли получить чуть больше половины – 53,1% выпускников. У них спрашивали материал по темам – юридические лица, признаки, виды, полномочия, основания для прекращения трудового договора и права налогоплательщика. Самым трудным оказалось задание номер 15, которое смогли выполнить 73%. При этом максимальный балл получили 48,4% экзаменуемых. В открытом варианте их спросили «Установите соответствие между ситуациями и основаниями прекращения трудового договора в Российской Федерации. Каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца». Итак, какие были даны ситуации. 24-летний Степан был направлен на альтернативную гражданскую службу. Аттестационная комиссия подтвердила отсутствие у Игоря достаточного уровня квалификации для занимаемой должности. По истечении срока трудового договора Дмитрий не был переизбран на должность заведующего кафедры философии. Мария вышла замуж и переехала в город, где живет ее муж. Василий неоднократно не исполнял безуважительных причин, трудовые обязанности и имел несколько дисциплинарных взысканий. Ну и нужно было рассортировать это между тремя возможными основаниями. Это обстоятельства, не зависящие от воли сторон, инициатива работника или инициатива работодателя. На четвертом месте по сложности для выпускников оказался раздел «Экономика». Его осилили 84,6%, а смогли выполнить на максимальный балл 55,7% из них. В 2022 году в этом разделе спрашивали темы «Инфляция, издержки производства в краткосрочном периоде, виды рынков». Самым сложным для учеников стало задание номер 6, с которым в целом справилось 69,4%. Но лишь 48,8% из них получили самый высокий балл. В открытом варианте задание звучало так. Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы в краткосрочном периоде. Каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. К примеру, это плата за потребленную воду, транспортные расходы, арендная плата за помещение, сдельная оплата труда наемных работников и страховые выплаты, а виды издержек – постоянные и переменные. Не вызвало особых затруднений. Единственное задание, оставшееся в 22 году в разделе «Понятия». С ним справилось 81,6% одиннадцатиклассников. В 22 году их спрашивали. Ниже приведен перечень социальных санкций. Все они, за исключением двух, относятся к формальным позитивным социальным санкциям. Найдите две санкции, выпадающие из общего ряда. И запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Итак, первое – примирование. Второе – присвоение почетного звания. Третье – одобрительный отзыв друзей. Четвертое – аплодисменты. Пятое – награждение почетной грамоты от администрации. И шестое – назначение на более высокую должность. Самым трудным в 2022 году для учеников оказался раздел «Политика». Его выполнили 73,8% экзаменуемых. И из нижних 48% показали максимальный результат. Самым сложным заданием в этом разделе оказалось задание номер 12, с которым справился 61% учащихся. Их спросили. Выберите в приведенном списке положение, характеризующее социально-экономические права и свободы гражданина Российской Федерации. И запишите цифры, под которыми они указаны. Первое – труд свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Второе – граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Третье – каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им, как единолично, так и совместно с другими лицами. Четвертое – достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умоления. Пятое – каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Сравнивая между собой результаты 22 и 21 годов, мы можем прийти к выводу, что по всем заданиям первой части был достигнут значительный рост результативности ответов. По разделу экономика на 39,6%, по разделам права и политика на 33%, по разделу человек и общество на 24%, по разделу социальные отношения на 20,5% и по разделу понятия на 15%. Однако произошло это скорее по причине удаления самых трудных заданий и облегчения содержания оставшихся заданий, а не из-за роста качества знаний выпускников. Сравнивая между собой КИМ ЕГЭ 2021 года с КИМом ЕГЭ 2022 года, можно отметить, что в текущем году в заданиях первой части спрашивались самые очевидные и самые легкие темы в каждом разделе курса общества знаний. Благодаря этому и удалось поднять средний балл за ЕГЭ в нашем регионе. Теперь посмотрим вторую часть. Задания второй части проверяют наиболее сложные, как правило, комплексные умения и компетенции выпускников. В 2022 году в этой части работы необходимо было выполнить пять заданий базового уровня. Это задания 17, 18, 21, 22 и 23. И семь заданий высокого уровня сложности. Это задания 19, 20, 24 и 25. Так вот, с первым заданием, заданием номер 17, к предложенному фрагменту текста, успешно справляется абсолютное большинство участников экзамена. 98,8%. В 2021 году для сравнения их было 87,5%. Задание это направлено на выявление осознанности восприятия и точности воспроизведения информации, содержащейся в тексте в явном виде, а также на преобразующее воспроизведение и интерпретацию текста без привлечения каких-либо контекстных знаний. В открытом варианте на этой позиции содержался текст по Герасимову и Косову, который был посвящен различным видам экономических ресурсов и особой значимости знаний и информации в современной экономике. Важно было в процессе предварительного чтения четко определить, какой содержательной линии курса общества знания относится предложенный текст. Такое соотнесение было необходимо, потому что часть заданий предполагала все-таки привлечение контекстных знаний. Отметим, что в задании требовалось назвать три элемента из текста. Какие два ресурса являются самыми мобильными, что такое информация и какое ограничение на распространение экономической информации существует в ряде стран с рыночной экономикой. Какие типичные ошибки допустили абитуриенты в этом задании? Они не находили правильный ответ в тексте, они переписывали сплошной текст, не выделяя в нем требуемое положение и идеи, либо они отвечали не на все требуемые вопросы заданий. Вторым легким для учеников заданием оказалось задание номер 21. Его смогли выполнить 93,8% учащихся. Правда, максимальный балл за это задание смогли получить менее половины выпускников. Это выше, чем результат 2021 года, где в первой части ЕГЭ было подобное задание номер 10 по экономическому графику. Тогда его смогли выполнить 74%. Итак, в открытом варианте, в задании номер 21, у учеников спросили. На графике, он изображен на слайде, изображено изменение ситуации на рынке легковых автомобилей в стране Z. Предложение переместилось из положения S в положение S1 при неизменном спросе D. На графике P это цена товара, а Q это количество товара. Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение предложения? Укажите одно любое обстоятельство и объясните его влияние на предложение. Объяснение при этом должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания. Как изменится спрос и равновесная цена на данном рынке, если при прочих равных условиях снизится цена на бензин? Так вот, что можно отметить при анализе выполнения данного задания. Повышение результативности этого задания в сравнении с 2021 годом объясняется радикальным снижением требований к получению одного балла. Если в 2021 году нужно было верно выбрать две причины изменения спроса, ну или, соответственно, предложения из предложенных пяти, то в 2022 году для этого достаточно было всего лишь визуально или с помощью дополнительных построений определить повышение или понижение точки равновесной цены на предложенном графике. И все-таки своеобразным коррелятором, который показывает глубину, либо, наоборот, ее отсутствие знаний учеников, служат ответы на второй и третий вопрос задания, где уже необходимо было опираться на свои собственные знания. Так вот, именно с этими вопросами, вторым и третьим, справилась менее половины экзаменуемых. Как правильно отвечать на задание номер 21? Правильный алгоритм выполнения этого задания выглядит так. Первое, что нужно сделать, нужно найти точки равновесия на графике. Кружочком красного цвета они у меня обозначены. А вот дальше, на глаз, либо с помощью дополнительных построений, нужно определить, выше или ниже первой точки находится вторая точка. В нашем случае мы видим, что вторая точка находится выше первой, а это означает, что равновесная цена возросла. Теперь ответ на второй вопрос. Для этого необходимо вновь обратить внимание на график, чтобы найти истинное направление смещения кривой спроса или в нашем случае кривой предложений. В нашем случае мы видим, что предложение у нас на рынке автомобилей сократилось, а цена на товар возросла. Затем необходимо вспомнить неценовые факторы предложения и отобрать именно те из них, которые могут привести к такому изменению на рынке. Например, рост цены на запчасти для автомобилей вызовет рост издержек производства, что приведет к сокращению прибыли и снижению предложений. В результате сокращения предложения цена на автомобили вырастет. Вот именно так подробно необходимо было ответить на представленные вопросы. И затем ответ на третий вопрос. Для того, чтобы на него ответить, нужно вспомнить уже не ценовые факторы спроса, а не предложений. Бензин является сопутствующим товаром к автомобилю, потому что использование автомобиля подразумевает регулярную покупку топлива. Следовательно, снижение цены на бензин приведет к росту спроса на автомобиле, а рост спроса при заданном объеме предложения на рынке неизбежно приведет к росту цены на автомобиле. На третьем месте оказалось задание номер 22, которое смогли частично выполнить 93,8% выпускников. Однако высший балл за это задание, опять же получили менее половины участников экзамена. В открытом экзамене предлагалась такая задача. В государстве Z развито промышленное и сельскохозяйственное производство. Большинство производственных процессов механизированы, ускоренно развиваются наука и техника, средства коммуникации, растет урбанизация. В экономике преобладает государственная собственность на средства производства. Директивно определяются объемы и ассортимент производимой продукции, а также цены на товары и услуги. Всенародно избираемый глава государства формирует правительство и возглавляет исполнительную власть. Государство установило всеобщий контроль над всеми сферами общественной жизни и частной жизнью граждан. Права и свобода человека и гражданина провозглашаются, но не соблюдаются. В государстве принята официальная идеология. Другие идеологии запрещены. И идет ряд вопросов. К какому типу относится общество государства Z? К какому типу относится экономика государства Z? Какой политический режим установился в государстве Z? И есть ли в условии задачи информация, позволяющая сделать вывод о форме государственного территориального устройства государства Z? Требовалось объяснить свой ответ. Так вот, как правило, учащиеся легко считывали индустриальный тип общества в первом вопросе к задаче. А вот с определением типа экономической системы и политического режима у них возникали проблемы. Нестандартная формулировка четвертого вопроса, когда нужно было сказать о том, ну, чего нет, также многих запутало. Не все учащиеся смогли написать пояснение, поэтому ответ на этот вопрос им также не был зачтен. На четвертое место вышло задание номер восемнадцать. Это второе задание по тексту. Дать определение, что такое ценные бумаги, не допустив при этом никаких неточностей, смогли лишь чуть более одной трети учеников. Сделать это с отдельными неточностями смогли 73,9%. При том, что задание номер восемнадцать по сути является облегченной версией задания номер двадцать пять в формате ЕГЭ двадцать первого года, оно для многих оказалось неподъемным. Почему? Основных причин тому две. Ну, во-первых, данный термин ни разу не встречался на ЕГЭ в предыдущие годы в нашем регионе. Вдобавок, он отсутствует и в самом распространенном в нашей области учебнике общества знания под редакцией Лазаря Наумовича Боголюбова. Вторая причина – это незнание точной формулировки из статьи 142 Гражданского кодекса Российской Федерации и неумение собрать определение термина самостоятельно, опираясь на известные родовые и видовые признаки. Вот поэтому еще на этапе введения новых понятий на уроках общества знания необходимо обязательно разбирать его на составные части, используя для записи определения в тетрадь соответствующую цветовую разметку. Например, красный текстовыделитель для родового слова, а зеленый для видовых отличий, обязательно нумеруя и проговаривая каждый признак, входящий в текст определения. Потому что в ЕГЭ 2023 года это задание еще более усложняется. Теперь не нужно будет давать полное определение термина, а нужно будет назвать не менее трех видовых отличий, свойственных данному определяемому термину. В нашем случае ценная бумага это документ, слово документ является родовым словом, составленный по установленной форме и имеющие реквизиты, вот вам первый признак, удостоверяющий имущественные права, второй признак, осуществление и реализация которых возможны только при его предъявлении, это третий признак. При выделении видовых отличий мы вслух проговариваем вопрос, который можно задать от родового слова к комментируемому признаку. Например, документ, но документ какой? Ответом является первый признак, составленный по установленной форме и имеющий реквизиты. Документ о чем? Ответ, признак номер два, удостоверяющий имущественные права. И вопрос третий. При каких условиях эти права действуют? Осуществление и реализация которых возможны только при его предъявлении. Вот при таком способе введения понятия становится понятной и внутренняя логика внутри определения термина, и количество отличительных признаков, и причина, по которой они являются существенными для данного термина. Тогда справиться с подобным заданием, особенно в обновленной редакции, в редакции 23 года учащимся будет значительно проще. Пятую позицию заняло новое задание номер 23, впервые включенное в ЕГЭ в этом году. Его смогли выполнить полностью 26,6% учеников, частично 74%. В открытом варианте у них спрашивалось, Конституция Российской Федерации закрепляет основы конституционного строя нашего государства, права и свобода человека и гражданина. На основе положений Конституции объясните смысл следующих характеристик нашего государства. Демократическое государство, федеративное государство и социальное государство. Каждое объяснение должно быть сформулировано, как распространенное предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. Обратите внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров соответствующих статей Конституции и дословного воспроизведения их содержания. Так вот, в этом задании главная ошибка выпускников, приводившая к потере баллов, заключалась в попытке дать ответ про некое абстрактное государство. В то время как задание очень четко и жестко сказано в ФИПИ именно про Конституцию Российской Федерации. Поэтому ответы о том, что такое в принципе демократия, что такое федерализм, что такое социальное государство, не подкрепленное конкретными положениями нашей Конституции, не засчитывались экспертами вообще. Из-за этого многие получили ноль баллов за данное задание. Шестым по сложности оказалось задание номер 19. В предыдущей модели ЕГЭ это было задание номер 23. Это третье задание к предложенному тексту. С ним справились частично 67,7% экзаменуемых, а вот полностью только 11%. Учитывая, что это, так скажем, традиционное задание, которое встречается на ЕГЭ уже много лет подряд, не стоит удивляться, что даже троечники смогли набрать хотя бы один балл за выполнение этого задания. В анализируемом нами варианте задание звучало так. Авторы приводят характеристики влияния знания на различные факторы производства. Назовите любые три характеристики из текста. Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, проиллюстрируйте примером каждую из них. В каждом случае сначала назовите характеристику, а затем приведите соответствующий пример. Каждый пример должен быть сформулирован, развернут. Так вот, главная сложность в данном варианте на ЕГЭ возникла в связи с нетипичностью формулировки самого задания. Все-таки традиционно это задание требовало назвать фактор производства и привести к нему пример. А вот в данном конкретном варианте от учеников потребовали воспроизвести весьма объемную выписку характеристики влияния знания на фактор, данный в тексте. Многие ученики вообще проигнорировали это, действуя по сложившимся годами модели. Фактор, пример. И в результате потеряли свои баллы. Потому что если нет выписки из текста вся связка фактор, пример не засчитывалась вовсе. Вторая распространенная ошибка связана с низкой читательской грамотностью. Школьники верно выписывали кусок текста, но не понимали вообще его сути. В результате давали пример, который не подходил для иллюстрации данной характеристики. Либо вообще подходил, но к другой выписке, которую он делал ниже. Седьмым по степени сложности заданием оказалось традиционное задание номер 20. Раньше в ЕГЭ оно выступало под номером 24. Это последнее задание по предложенному тексту. Его смогли выполнить полностью только 4,6% выпускников, а частично 62,8%. В том варианте, который мы разбираем, требовалось, используя обществоведческие знания, привести три аргумента, подтверждающих особое значение предпринимательских способностей для развития бизнеса. При этом каждый аргумент должен был быть сформулирован как распространенное предложение. Главной проблемой одиннадцатиклассников стало не неумение строить аргумент, что было характерно для предшествующих лет, а непонимание самого смысла вопроса. В результате приводимые ими аргументы в лучшем случае дублировали друг друга по смыслу, а в худшем вообще не подходили к заданной проблеме. При выполнении данного задания на самом деле следовало вспомнить, что такое предпринимательство, какими отличительными признаками оно обладает, а уже затем посмотреть, какие из этих признаков и как именно могут работать на развитие бизнеса. Задание номер двадцать четыре, это бывшее задание номер двадцать восемь из предыдущей модели КИМ, оказалось одним из самых трудных в этом году на ЕГЭ. Выполнить это задание на минимальном уровне смогли сорок четыре и четыре десятых процента выпускников. Получить же максимально возможный балл смогли только десять с половиной процентов учащихся. Добавочный балл по критерию двадцать четыре два вообще смогли получить только три с половиной процента учеников, а это означает, что в их ответе не было ни одной ошибки. В этом задании требовалось составить план развернутого ответа по конкретной теме обществоведческого курса. Важно сказать, что составление плана предполагает владением целым комплексом знаний и умений. Знание круга основных понятий, положений, выводов по данному вопросу, умение вычленить основные аспекты темы, ее структурные компоненты, придать им форму лаконичных формулировок пунктов плана, отражающих суть вопросы, умение логически выстроить установленные структурные единицы, придать плану завершенную форму. Данное задание проверяет умение применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Так вот, в нашем варианте номер 320 было предложено составить сложный план по теме «Биосоциальная сущность человека». Обязательными были любые два из следующих пунктов «Проявление биологической природы человека», «Социальное в человеке», «Единство биологического и социального в человеке». Какие типичные ошибки завершали выпускники в этом задании? Первая ошибка – то, что формулировки плана содержали сведения самого общего характера. Вторая ошибка – это расширение либо, наоборот, сужение заданной темы. Третьих, когда план не являлся сложным по своей структуре, а сложный план подразумевает наличие не только пунктов, но еще и не менее трех подпунктов. Четвертая ошибка – когда ученик не предусмотрел в своем плане два обязательных пункта, соответствующих ключу. Ну и, наконец, самая распространенная ошибка – то, что план содержит в себе ошибки и некорректные формулировки. Многие школьники вообще ушли от предложенной им темы, сконцентрировавшись почему-то на иерархии потребностей человека в знаменитой пирамиде Маслову. Их пункты плана звучали как биологические потребности, социальные потребности, духовные потребности, но и в виде подпунктов они сами эти потребности излагали. За подобные планы, при отсутствии в них обязательных пунктов, о которых мы говорили выше, экспертами выставлялось ноль баллов. Ну и, наконец, самым трудным для одиннадцатиклассников стало задание номер 25, ранее не встречавшееся в КИМ-ЕГЭ и слабо охарактеризованное самими разработчиками из ФИПИ, как в демоверсии ЕГЭ 22-го года и в методических рекомендациях по подготовке к ЕГЭ, так и в книгоиздательской продукции самих разработчиков, выходившей в 21-22-м учебном году. Хотя бы частично смогли выполнить это задание 48% выпускников, а полностью всего 2,7%, это абсолютный антирекорд этого года. В нашем регионе в анализируемом варианте требовалось обоснуйте роль деятельности формирования личности. Обоснование может быть дано в одном или нескольких распространенных предложениях. Какие формы или виды деятельности выделяют ученые? Назовите любые три формы деятельности по одному любому критерию. Приведите по одному примеру, иллюстрирующему влияние каждой из этих форм деятельности на личность. Всего три примера. При этом каждый пример должен быть сформулирован развернуто и раскрывать влияние данной формы на личность. Так вот, если с обоснованием справились большинство учеников, то дальше у них начались проблемы. Первая проблема. Многие не заметили жесткого ограничения в условии задания, что формы деятельности должны быть указаны строго по одному и тому же критерию. В результате эксперты не засчитывали им второй элемент ответа три формы деятельности, но также и не засчитывали часть примеров, если пример этот иллюстрировал незачтенную ранее форму, потому что ребята путали между собой классификации видов деятельности, сделанные по разным основаниям. Ошибка номер два. Часть абитуриентов не знала, что такое личность и какие компоненты она в себя включает, поэтому в ответе они иллюстрировали влияние деятельности на знания, а не на личность человека. Ну и ошибка номер три. У многих в примерах не хватало конкретики. В результате они превращались в простые пояснения, которые, разумеется, не засчитывались экспертами. Какие общие выводы на основе анализа результатов ЕГЭ мы можем с вами сделать? Значительно улучшилось выполнение учащимися заданий первой части ЕГЭ. По экономике на 39,6%. По разделам права и политика на треть. По разделу человека общества на 24%. По разделу социальные отношения на 20,4%. По разделу понятия на 15,2%. Однако достигнут этот рост был практически исключительно за счет облегчения ФИПИ самих заданий. И это очень тревожный симптом. Это означает, что если в 23 году задания станут сложнее, то все достижения 22 года будут нивелированы. Вывод номер 2. Незначительно выросли результаты выполнения заданий номер 17 на 1,8% 4,5%. Рост этот незначительный, потому что и так это самое легкое из всех заданий второй части, с которым справляется около 95% участников экзамена. Существенно выросли результаты выполнения задания номер 18. Здесь прирост составил 34,6%, 14,1%. Рост был достигнут и благодаря работе учителей и методистов над развитием понятийного аппарата учащихся, и благодаря сокращению в два раза числа заданий на понятийный аппарат во второй части ИГ, и благодаря облегчению самого задания. Теперь не обязательно делать определение в виде одного предложения, и нет никакой дополнительной нагрузки в виде двух дополнительных вопросов, на которые раньше требовалось дать ответы в виде распространенных предложений. Существенно выросли результаты выполнения задания номер 19, 18,7 это общий прирост когда на один балл и минус 2 процента это имеется ввиду число набравших максимальный балл. Это в первую очередь заслуга учителей и методистов, которые много внимания уделили правильному формулированию примеров. Существенно выросли результаты выполнения заданий номер 20, плюс 10,6 процента, однако максимальный балл снизился на 1,6 процента. Это опять же заслуга учителей и методистов, которые много внимания уделили работе над аргументацией положений текста. Существенно выросли результаты выполнения задания номер 22. Здесь прирост составил 17,2 процента, а вот максимальный результат упал на 4,2 процента. Можно сделать вывод, что ученики адаптировались к этому формату задания задачи, а учителя уделили внимание отработке этого типа заданий. Незначительно снизились результаты выполнения задания номер 24 на 0,3 процента, а по набору максимального балла на 6,5 процента. Учителя усилили работу по составлению с детьми развернутого плана ответа, а вот небольшое снижение числа учеников набравших максимальный балл связано с требованием ФИПИ раскрывать теперь каждый пункт в виде трех подпунктов, что приводит к тому, что именно в подпунктах школьники делают максимальное число ошибок. Задание номер 21 оказалось сравнительно легким для школьников, о чем свидетельствуют высокие результаты выполнения 93,8% и максимальный балл 49,6% Задание номер 23 также оказалось сравнительно нетрудным это уже про новые задания сравнительно нетрудным здесь хотя бы один балл набрали 74% максимальный балл набрали 26,6% Почему максимальный балл получило меньшее количество экзаменуемых потому что я уже об этом говорил в их ответах были положения не соответствующие конституции Российской Федерации Задание номер 25 оказалось для учащихся наиболее трудным во второй части ЕГЭ с ним справилось 48,2% а максимальный балл 2,7% Невысокая результативность вызвана как невнятными формулировками самого задания особенно в темах связанных с экономикой так и с отсутствием эталона правильного ответа и в методических рекомендациях ФИПИ и в демоверсии ЕГЭ и в многочисленной литературе по подготовке к ЕГЭ выходящей из-под пера составителей заданий это не позволило учителям и ученикам своевременно отработать этот новый тип заданий в преподавании предмета имеются проблемы которые четко обозначил ЕГЭ по обществознанию усиление практикоориентированной составляющей содержания КИМ показало что в школе при изучении курса обществознания недостаточно востребован социальный опыт учащихся по-прежнему школьники затрудняются приводить аргументы и примеры что требуется при выполнении заданий 19 20 23 и 25 вместо примеров часто в ответе содержатся абстрактные рассуждения свидетельствующие о слабой теоретической подготовке выпускников в целом трудными для выпускников остаются задания связанные с определением обществоведческих понятий это задание номер 18 сопоставительный анализ результатов экзамена показывает что главными предпосылками успешной сдачи экзамена по обществознанию следует считать знания и понимания тенденций развития общества в целом как сложной динамической системы а также важнейших социальных институтов высокий уровень своемерованности важнейших метапредметных и предметных умений например осуществлять поиск социальной информации представленной в различных знаковых системах текст схема таблица диаграмма извлекать из неадаптированных оригинальных текстов правовых научно-популярных публицистических знания по заданным темам систематизировать анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию различать между собой факты и мнения аргументы и выводы представленной информации анализ результатов позволил выявить и отрицательные тенденции в подготовке учащихся это недостаточно высокий уровень развития умения объяснять внутренние и внешние связи причинно-следственные и функциональные изученных социальных объектов включая взаимодействие человека и общества общества и природы общества и культуры подсистем и структурных элементов социальной системы социальных качеств человека это недостаточный уровень развития умения характеризовать научных позиций основные социальные объекты факты явления процессы институты определять их место и значение в жизни общества как целостной системы очень серьезный недостаток подготовки выпускников это неумение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственных суждений и аргументов по определенным проблемам ну и какие выводы мы можем с вами сделать на что нужно обратить внимание при подготовке учащихся с разным исходным уровнем подготовки при работе с двоечниками главное внимание следует сосредоточить на повторении фактического материала потому что именно он спрашивается в первой части ЕГЭ а это как мы уже выяснили 51% от общего числа баллов анализ их ответов показывает что у данной категории учащихся есть серьезные пробелы во всех разделах курса общества знаний успешное решение тестовой части стало бы для них залогом получения положительной оценки на экзамен при работе с троечниками необходимо главное внимание уделить повторению разделов политика и права так как наибольшее количество ошибок в первой части они совершают именно в них во второй части ЕГЭ нужно обратить внимание на отработку самых простых заданий это задания номер 19 22 и 23 это позволит повысить результат экзамена у данной категории учащихся чтобы они смогли попробовать перейти из троечников хорошисты для хорошистов будет актуально повторение раздела права в котором чаще всего они делают ошибки в первой части ЕГЭ во второй же части следует главное внимание уделить разнообразию примеров и аргументов в заданиях 19 20 23 и 25 ну и наконец при подготовке высокобальников следует основное внимание уделить отработке заданий второй части а не первой их подводит однотипность примеров и аргументов в заданиях 19 20 и 25 а также недобор элементов ответа в задании задачи номер 22 потому что часто требуется при ответе там назовите не менее трех функций назовите там два признака а они называют один а также наличие ошибочных подпунктов в плане это задание номер 24 уважаемые коллеги на это мое выступление заканчивается я очень надеюсь что оно было для вас полезным и позволит всем нам вместе повысить результаты единого государственного экзамена в наступающем 2023 году спасибо большое за ваше внимание внимание Продолжение следует...